Гаденыш! Ставьте ваши нравлица и слушаем далее. Сразу же от избушки была тропа. Ее каждодневно подновляла Полина. Тропа резала просторный двор кордона, уводя к паскотине, огороженной неошкуренными еловыми жердями. А снег вокруг густо пах вчерашними и более давнишними заботами. Которым гаденыш не то привык, не то заставлял себя привыкнуть. Он шел по тропе в темь, как обычно опустив свою лобастую голову, ступая след в след, плотно прижав свои уши, пока не натолкнулся на совсем еще свежую чумницу. Лыжня прибежала из-за реки, перевалив гладкий загривок без лесного берега. Перечеркнула узкую сенную долинку, за которой в уплот поднималась тайга. Споткнулась возле паскотины, а отсюда, во двор кордона, вошла уже тяжелыми, своими провалистыми следами человеческих ног, обувь на которых устало провоняла, и резким потом, и каким-то жиром. Гаденыш подумал над чумницей, потом всем туловом обернулся на избушку, поймал в ноздри съестной запах печи. Дух вздохнул и снова липко зевнул, показав в темноте страшноватый озевок черной пасти. В сарайшке гулко грохотнул коваными копытами конь, запоздала, учуяв гаденыша, и забрончал железкой, фыркнул в ответ. А вьюга бесилась в долинке, таская за собой снег, взвинчивала его, шипела, а вверху, в редких почти мгновенных просветах, слабо мелькала желтоватая луна. А гаденыш неспешно шел и шел по своей долинке, точно отгадывая плотный наст, и учащенно дышал, и с наслаждением. А за ручьем, возле обкусанного зайцами стажка, он опять постоял, слыша, как снова запросилось наружу то непонятное. Сглотнул горький горловой комок, развернулся на ветер и сел. Он еще не знал, что сделает дальше, но, повинуясь чему-то безоговорочному, он уже поднял голову, чувствуя приближение минуты невероятной и счастливой, и вздохнул всей грудью, напрягся каждой клеткой молодого и послушного тела. Гаденыш шире расставил лапы, перехватил горячим языком летящий снег. Повел головой, очерчивая плавный овал, и больше уже ничего не слышал, кроме ознобной, перепадной своей жуткой красоте песни, с которой сейчас он то взлетал к желтому лунному пятну, то глухо разбивался о неясную стену тайги. Гаденыш даже приподнялся на задних лапах, оторвав передние от снега, стремительно распирая ребра и легкие. Он пел свою песню сквозь ночь ясным и страстным призывом. «Под волчью песню грешим, Федор!» — сказала Полина. «А к добру ли это?» И она встала, слабо свесила с длинной ночной рубахой подле едва различимого оконного проема. И фраза ее пришлась как раз на очередной обрыв, изматывающий душу песни гаденыша. И оттого прозвучала в тепловатом мраке избы, одиноко и так отчетливо. Но, Полина, произнося эти слова, первые слова свои после долгого, жаркого молчания с Федором. Тем не менее, не ощутила полного смысла их. Она вот так вот просто, просто взяла и обронила их. А затем вдруг почувствовала в себе острое желание потянуться. Как когда-то давно в полузабытом девичестве. Потянуться всем телом, и чтобы сладкая судорога аж свела пальцы на ноге. И Полина потянулась. А Федор, приподнявшись на локте, потому что слова Полины странно пугнули его, он смотрел в ее сторону, угадывая в темноте изгиб желанного тела под мятым простором грубоватой ткани. И теперь ждал, что будет дальше. — Что? — неожиданно переспросила себя Полина. — Я что-нибудь говорила, Федор? И он завозился на койке. Ощипью отшарил на полу папиросы и спички и скребнул по коробке. — Так вот это... говорила. Полина медленно подошла к кровати и села рядом. — Как же это, Федор? А? Что теперь будет? И Федор взял ее руку и потянул к себе. — Не надо. — Тебе плохо, разве? Но Полина так и не ответила. Она сидела, пропустив локти между коленями, а лицо ее горело и ожглось почти полузабытым стыдом. — Поздно, больно, Федя. Поздно, больно, все это стало. Оттого и грешно. — Да ладно тебе. И он опять попытался привлечь к себе Полину. Но она резко встала и отстранила руку Федора. — Уходить тебе надо. — Ну уж, на пургу гонишь. — Не гоню, Федя. Прошу. Что-то страшно мне стало. — Когда? — Да вот только что. Вставай. Вон и гаденыш тоже отмолился. — Да ладно тебе, — сказал Ефим. — Да будет тебе, дед. — Вот и поразговаривали. — Чего? — приставил ладонь к уху дед Парфен. — Хватит, говорю, водку жрать. — А то помрожешь еще на радостный час. — Идти, говорю, мне не надо. — Идти надо б на. — А то ночую, а? — Дорога ж-то не близкая. — Отемняло в пурге на вовсе. — О, а ну подивись. — И шо вообще пропадешь? — Шо я буду делать? — И Ефим придвинул керосинке заросшее черное лицо, потянул сквозь папироску огонь, раскурився. — Значит, говоришь, на перехвате опять волки пошли? — Пошли. И стая вроде бы как, о, какая ухватистая. В дюжину штук. Не дай бог, и по боли будет. — У кольки Медникова из-подымахина на Медни коня зарезали возле стогов. — А у тебя на кордоне, — слышал я, — баба твоя здоровенного зверя на ноги вытянула. А? Вытягнула? — Ну вот. Одно до одного, стало быть. Да одно до одного. Сообразуешь? И Ефим опять начал гонять вилкой по столу таракана. Пруссак послушно носился в коротком пространстве между ополовиненным хлебным караваем и сковородкой. В другие стороны его не пускала вылка. Один удар — шатыры дырки. Куде от меня сматывайся? — Все-то ты, дед, знаешь. А вроде ж глухарь глухарем. М? Чего? Чего? И Парфен наного приспособил к уху ладонь. Як рупер. А Ефим, неожиданно уловив, что похож этот же старика на дачу чести военными. Служу обороне. Точно. И вдруг хрипло расхохотался. Смеясь, он взял бутыльку с парфеновским самогончиком, покачал ее из стороны в сторону и успел между тем перехватить вилкой ушустрившегося в сторону этого пруссака. И вслух подумал. А может, и не стоит? — Слышь, дед, Федор-то Стрелков живое, а? Парфен смягнул обеими глазами и тем выдал себя. — Хведька-то. — Могит огурчиков еще принести, а? Ефимушка. — Огуречиков. А? И Ефим посуровил. — Не крутись, дед. Говори все, как знаешь. — Живой-живой, Стрелков-то. Охотницкий начальник. Надысь вот видывал его. Хрепкий еще мужик. — Ну и что? — И все. — Кордон мой не забывает? — А, дед? — Этого уже не по моей части. Сам все узнаешь. И Ефим с размаху проткнул вилкой этого таракана. Аж вилка согнулась. И Ефим, выдернув ее из грязной столешницы, отбросил. — Узнаю. И Парфен часто-часто заморгал. Заморгал чой-то. Заелозил рукой вреденькой бороденке. Закашлялся. Ефим не совсем твердо встал и пошел к двери, зацепив сапогом в ведро. В распахнутую дверь, будто от встречного выстрела, прыгнул тяжелый морозный пар. А Ефим как был в майке, так и шагнул в темноту. Через несколько шагов он остановился, прислушался. А когда уже начал застегивать прореху, вдруг замер, напрягся, силясь приблизить к себе то, что остановило его. И приблизил с реки по ее обмороженному рупору дотянулось сюда, на окраину райцентра, дальнее-дальнее эхо волчьей молитвы. И Ефим еще немного постоял, а после, озябнув, угловато поежил с заросшими плечами и вернулся в избушку. — А точно, дед, есть волки. Вот только сейчас сам слыхал. — Да неужто я тебе врать бы стал, Яфимушка? — Ладно, пойдешь на кордон. — А ты как думал, дед, не с тобой же мне тут спать, а? — Как-никак, а полтора года не видал бабы-то. — Соображаешь? — Чего? И Ефим сплюнул, набулькал себе в кружку самогона и поднес ко рту. Но остановился и неожиданно запел. — Я сегодня беспечный гуляю, а на завтра пойду воровать. — А когда я в тюрьму попадаю, я не буду грустить и рыдать. — Хе-хе-хе. Ладно, дед, за твое, за будущее. Хотя и я, и ты ни хрена подобного этому самобудущему и не нужны мы. А за приют и на том спасибо. — И за сына моего, Ваську. — Спасибо. И ему стала быть благодарность. Помолчав, сказал Федор. — Кому? — напряженно скинула головой Полина. — Гаденышу твоему! — Слышь, гаденыш! И Федор фьюкнул губами в сторону крыльца, где припорошенный снегом чернел шерстистый клубочек. Обмаялся зверь-то. Зачухался после службы. — Иди, Федор, иди. И Полина даже подтолкнула Федора в плечо. — И еще я тебе напоследок. — Не ходи на кордон больше. Не майся. — Ты что, на меня в обиде, что ли? И он пристально посмотрел прямо в глаза Полины. А она стояла перед ним в зыбком рассвете. Совсем сейчас махонькая-махонькая. Намного уступая ему в росте. С наброшенным на уже убранную голову и стиранным драным ошалком. Фонарь из пристроя бросал на ее лицо мятый неверный блик. Отчего под глазами Полины отчетливо проступили подрагивающие темные окружья. И Федор медленно повел свой взгляд вниз. И у него тонко заныло слева. Он как бы заново увидал в платьевом вырезе ее уставшую кожу. Эти провисшие, свободные от всякой там механики, груди, Неясный контур оплывших бедер, Высоко заполнявшийся подол И полноватые ноги В грубых, самодельной работы чулках, В пересохших за ночь латанных, перелатанных и чигах. Он все увидел. А Полина вела свой взгляд вверх. И у нее тоже щемело слева. Полупустой рукав меховой куртки, Совсем забелевший от времени широкий армейский пояс, Ножик в деревянном чехле, Бывалый шарф, На несколько раз обернувший крепкую шею. Эти сутуловатые плечи, Обветренные губы, Шершавое лицо, Кустистые брови, Тяжелый, слегка сплюснутый нос. «А мы еще ничего, правда?» Деланно обозначил улыбку Федор. «Я вот на тебя глядел И знаешь, про что вспомнил? Про то, как к тебе в порту приставал. Помнишь тогда?» И Полина коротко шатнулась к нему И прижалась лицом. «Ну чего-то ты! Чего? Польжка!» И Федор целой рукой повел по ее голове И сдвинул платок. А она подняла на него глаза, Сились сказать что-то. Но так и не сказала. Только выдохнула из себя враз Заклубившуюся немоту. И Федор обнял ее. Вот только тогда Гаденыш вынул из-под задней Своей лохматой штанины Свою узкую умную морду. Ощерился, стараясь удержать зевок. Но все-таки зевнул, Обронив при этом сжатый горловой звук. И Федор и Полина услышали его. Повернулись в сторону Гаденыша. Он долго, не мигая, Смотрел на них Единственным своим правым глазом. А после, вздохнув, Опять превратился в плавный, Шерстистый клубочек. Как вовсе и не было его. Все, я все помню, Федор, Сказала Полина. Оттого и боюсь чего-то. Ведь Ефим так и до сих пор не верит. Про сына-то не верит. Так идти, вот идти. Иди. И Полина резко оторвалась от Федора, Сняла фонарь с гвоздя И, не оглядываясь, Закрыла за собой дверь в избушку. А Федор не спеша обстукал свои лыжи, Бросил на снег И долго еще крепил одной рукой. И подумал, в какую-то сторону ему идти. И, решив, что по старому следу не стоит, Обогнул по скотину И тяжело заскользил В сторону леса Мимо вымороженной старицы, На берегу которой За неровной оградкой Смутно чернел Большой лиственничный крест. А гаденыш проводил его Своим внимательным, Одним единственным, Немигающим глазом. И вот, верст через пять, Когда уже и совсем Растворились за ним Редкие огни райцентра, А накатанный зимник Вплотную придвинулся к реке, Ефим сильно уже разогретый И оттого почему-то довольный. Остановился, Снял шапчонку И отерся ею. Последок недавней метели Хиузок Хиузок — это ветер. Будем знать на будущее. Слыхали такое? Хиузок. А это ветерок. Ветерок, хиузок. Запомнили? Поехали далее. Последок недавней метели Хиузок Приятно коснулся Его плешивой головы. Балабешки. Ефим достал папиросы И закурил. Не сердясь на истрату Трох спичек, Аж трох. И долго стоял, Ощущая исходящий от себя Во все стороны Пыл и жар. Хмель от парфеновского самогона Почти прошел уже. Но добавлять веселости Ефим не спешил. Тем более, что литровая фляжка Была рядом. За спиной. В бризентухе. Котомке. А ночь Выползала в рассвет. И темная мгла Впереди Творилась В серое. Шибко гудели провода На телеграфном столбе. И Ефим Опять же С удовольствием Послушал их пение. О! Как шепчат! И ни о чем Определенном Не думая В этот момент. Но то, Что возвращался Он на кордон И там было много И всего сразу. И банька С березовым Пахучим венечком. И баба По которой Он не то чтобы Скучал. А так Мужицкое Своего Требовала. Накапливала В Ефиме Добрый настрой. А предстоящие Еще пятнадцать Километров Только и Откладывали Разные Эти радости. И то Ненадолго. Докурив Ефим Углядел Впереди Полузамытую Пургой Чумницу. Чумница, Ребята, Будем знать. Это Лыжня. Лыжню Молодежи. В общем Протропленная Лыжня. По-нашему Тропинка. Или Как дед Говорит. Шо? Рельсы. Шпалы. Ха-ха. Да. Как по рельсам Паровоз. Запомнили? Чумница. Это Протропленная Лыжня. Поехали Дальше. Ефим. Докурив Углядел Впереди Полузамытую Пургой Чумницу. И Решил, Что пойдет По чужому Ходу. Заранее Загадывая. Лыжня Все равно Ведет К реке. И, Видимо, За изволоком Опускается На лед. А там Веселее Будет. И Ветер Шибает Попутный. И Не один Лечерт Где там Пересекать Меня Реку. Кордон Все одно На той стороне. За островом. И Еще Двумя Перекатами. Утячий Разбой Называется Перекаты. И Воронья Немилость. Слыхали Так Перекаты? Вот Запоминайте. Утячий Разбой И Воронья Немилость. Все Оказалось Верным. Лыжню Протропил Кто-то С головой И Уважающий Свои Ноги. Так Что Вскоре Ефимий Вовсе Доверился Этой Чумнице. Крупно Выскальзывая По ней На старых Но Прочных Парфеновских Лыжах. И Незаметно Он Совсем Близко Придвинулся К острову. Возле Которого Река Расшибленная Пополам Расходилась Плавными Белыми Попонами. Вот Название Придумали Островы Люди. Вот В Попа Так Тошно. Сучок Назвали. Вот Сучок. Будто Лежал Этот Кругловатый Сковородный Отмер Земли. Сковородный. Скаверда. Сковородный Отмер Земли. Как Будто Он Лежит Не в Воде А на Сероватом Срезе Березы. А Точно Сучок. Это Ж Надо Природа Вот Такой Сучок Выпендвит Терла Тебя. Сучок. Пурга Возле Острова Прошаркала Верх И Снег Аж До Самого Льда. И Лыжи Теперь Издавали Шумные Вздыхающие Звуки. Может Быть Они Эти Звуки И Вернули Ефима Назад В Ту Самую Весну, Когда Он С Василием Сплывал По Полноводью К Этому Самому Кордону, Возвращаясь Из Дальней Тайги, Где Они Так Удачно Работали, Собирая Падальнюю Шишку. Ведомы Те Утаенные Кедрачи Были Немногим На реке. И Уж Не раз До Этой Весны Ефим За Две За Два Доли Доходных Месяца Набивал Там На орехе Приличные Таки Деньжищи. Гроши Набивал, Конечно. Конечно, Давались Они Не Дурикам. Просто Так Ничего Не Дается. И Ломаться За Каждый Куль Приходилось Досы Та. Ночами Аж Ломило. Не То Чтобы Одно Какое На Себе Место. А Все Враз Ломило Ныло. Но Азарт Был. Да И Василий Накануне Вернувшийся Из Армии Не Отставал От Отца. И В Совместном Азарте Они Жили В Тайге Спора И Ладно. В Середине Мая, Как и Всегда, Река Потащила С Себя Лед. А Под Конец Месяца По Желтой От Размытых Глин Воде Прибежал На Закобенинский Плес, Которому Выбрались Со Всем Своим Хозяйством Мужики. Двадцать Кулей Чистого Ореха Взяли Тогда Ефим С Василием. Двадцать Кулей! Пароходик Адмирал Нахимов, Которому И Выбрались Со Всем Своим Хозяйством Мужики. Вот Тебе И Под Пидвы Подверты, Которые Я Не Люблю, Ребята. Как Завернут. Но Это Мы Чуть Отошли. Еще Объяснение И В конце Оп И Пароходик. Ну Ладно. А На Этом Пароходике Ходил Капитаном Давний Приятель Ефима Иван Пласкеев Знаменитый Парике Огромной Своей Силой. Иван Пласкеев, Аж Расплескайся Тута. Ефим Шумел Лыжами По Голым Ледяным Плешинам, А Пароходик Бежал По Реке, Придвигаясь К Сучку. Угу, К Тому Самому. Шлепал Крыльями Плицами По Мутной Воде. И В Железном Его Нутре Погромыхивало Чой-то. Мимо Сносило Плесы, Серебристые Взрывы Ивняка. Целые Рощи Взрывов. Не до Конца Еще Обтаившие Покосы И Редкие Лодки С Невозмутимыми Рыбаками На Них. День Клонился На Вечер. Из Застуженных Берегов Отчетливо Слышались Добрые Запахи, В которых, Если покопаться, Можно было Отыскать И похожие На Только Сейчас Отдойное Парное Молоко. Но Больше Всего, Конечно, Пахло Проснувшимся Весенним Лесом. Пахло Землей. Сидели Ефим С Василием На кулях Возле Носа, Задумавшись. Василий Глядел На Ульяну, Капитанскую Жену. Розовый Ее Сарафанчик Аж Флагом Струился От Упругих В ранней Загарной Черноте Ее Ног. И Вся Она Ладная Такая, Крепкая, Как Струна Была, О, Как Тронь, Аж Запоет. А Ульяна, По-мужицке Кхэкая, Разваливала Колуном Сосновые Полени Для Камбуза. Васька Уставился На Ульяну, Думая О чем-то Своем, Покуда Ефим, Сообразив Шок Чему, Не Пугнул Его, А Саданул Локтем Вбок. А Ульяна, Зараза, Тоже Поняв, Что Приглянулась Ваське, Еще и Захохотала, И Завиляла По палубе Своим Крутым Задом. И Все Было Бы Хорошо, И Утки Пообгоняли Пароходик, С размаху Втыкаясь В Прибрежные Заводи, И По-домашнему Дзинькал На мостике Машины Телеграф, И Вкусно Похрустывало Штурвальное Колесо, Колесо, Протаскивая Вдоль Борта Свою Чумазую Жирную Цеп, Пока Не Заорал Вдруг Сверху Иван Ефим Водметь Как Заорет Тебе Ефим Глянул Повдоль Реки И тут же Углядел Метрах в сорока От Нахимова Зверя Плывущего Через Реку Медведь Медведь И кричит И кричит Лодку Где Чертва Лодка Лодку Мне А пароход Уже Совсем Нагнал Зверюгу И Находил На него Своим Размашистым Колесом Вот Тогда Только Вспомнил Почему-то Ефим Про Ружье Всунутое В чехол Между Кулями И он Выдернул Его Торопливо Стал Складывать И рванул На рюкзаке Тесемки Торопясь Достать Заветные Эти Заветные Патроны Дави Косолапова Ярился Иван Пароходик Набежал На мишку Ударил Его Плицами И Вздрогнул Аж От толчка Васька Повиснув На руках Прыгнул В сброшенную На воду Лодку Полный Назад Назад Слышь Полный Назад Колесо Остановившись Было Начало Обратное Уже Вращение И тут Увидели Все Как Настречу Лодке Совсем Неожиданно Всплыл Этот Самый Живой Зверюга Уцепившись Одной Лапой За Плицу Плица Ребята Это Лопасть Лопасть Пароходного Колеса Будем Знать Плица Спица Спица Как Спица Так Проще Понять Запомнить Лопасть Пароходного Колеса Уцепившись Одной Лапой За Плицу Он Вывернулся Из воды Огромной Бурой Тушей Истошно Заревел И Оторвавшись От колеса Как Шмякнулся В лодку В которой Встретил Его Так и Не Выхвативший Из ножны Финач Василий Правда Успел Заметить Ефим Лихорадочно Пихая В стволы Патроны Как Посунулась Правая Рука Васьки К Ножу Но Уже Облапились Они И С плеском Оба Грохнулись В реку Отыди Взрывел Ефим Отыди Ешь Твою Мать Он Держал Теперь Ружье Наготове Ожидая Только Лишь Первого Показа Медвежьей Башки И Когда Что-то Черное Показалось Из пенного Бурна Ефим Хватанул Подрядным Почти Дуплетом И Конечно Запомнился Ему Легкий Этот Толчок Сбоку Пацан Матросик Испугавшись Грома Отшатнулся От борта И может быть Он-то и был Виноват Что не туда Не в ту Голову Влетели Ефимовы Самодельные Жаканы Сбоку 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 И Ефим вспомнил себя только сейчас. А сколько простоял он вот так, заново пережив непоправимое. А стоял он как раз на линии разбоя воды, возле того самого сучка. И была под ним сейчас не железная палуба Нахимова, а холодная снежная пелена реки, в которой и остался его Васька. А не верил Ефим в Бога? Нет, никогда не верил. Но, как и тогда, почему-то рука его сама по себе отложила на грязной фуфайке что-то похожее на крест. Крест Крест стоял, чуть скренившись на одну сторону. И Федор, проходя мимо оградки, приостановился, мгновенно вспомнив это странное его происхождение, как картинка перед глазами. А дальше уже пошел, пошел, не оглядываясь, стараясь дышать ровно, несбивчиво. И постепенно он втянулся, он втянулся в ходьбу, в этот равномерный охотнический ритм. И уже не замечал лыжных концов, и перестал напряженно вглядываться перед собой. Вот ведь забавная штука, а! Мужику скоро станет полсотни, полсотни годов. Ай, нет, не отмерло в нем полузабытое, мальчишеское. Горд собой Федор, отцалил он Ефиму. И вдвойне стало быть сладостен недавний грех. На кордон Федор вышел только под вечер. Возле Паскотины сбросил с гудящих ног лыжи и во двор до крыльца ступал по глубокому снегу, оставляя за собой эти провалистые тяжелые следы. Уже примораживало, и было вокруг очень и очень тихо. Вот она, тишина и спокойствие, подумалось ему. Федор знал, что это утихло перед пургой. Она завсегда начинается так, с этой немоты, с тишины перед бурей. Потому и спешил, спешил до ночи выбраться на кордон, где не бывал уже давненько. Ну, как раз именно с того самого дня. Недавно поевший гаденыш зорко подремывал возле крыльца. И дрема укачивала его. Тем не менее, он отлично слышал еще далеко-далеко этот лыжный ход Федора. И сейчас, когда тот поднялся на крыльцо по скриплым ступенькам, был особенно внимателен. Федор тонко свистнул, обращаясь именно к гаденышу. Но тот не отозвался. Не порвал свой шерстистый клубок. И Федор, удивленный про себя, мол, что это за собака такая хреновая, а? Постукал ногами, стряхивая с сапог снег. И вошел в пристройку. Гаденыш потянул в себя уходящий за Федором дух. И сообразил, что этот человек пришел издали. И устал. Вздохнул равнодушно и опять закачался в тревожной дремоте. Полина разжигала лампу, когда в избушке появился Федор. Внешне она даже не удивилась. Не обрадовалась. А обычно суховато отозвалась на приветствие. И после паузы, наконец, предложила Федору раздеваться. Полина занималась набивкой патронов. Стол был завален разными мешочками и коробками с дробью. Пыжами и порхом. — А это что у тебя за кобель такой-то, а? Словно убитый. Нарушил молчание Федор. — Гаденыш, что ли? — Гаденыш? Ну и клички вы придумали зверу. — Гаденыш. — Ты серьезно? — А он истинный звер и есть. — Чего? — Волк, что ли? Полина ему кивнула. — Постой, постой! — засоображал Федор. — А это не из тех ли? После пожарных. — А? — Из тех. — Хм. Понятно. — А ты это... Чего это за припас взялась? — Да так. Вот перенабить решила, которая с осени. — Чайку пить будешь? — Да уж. — Ежели не жалко. И Полина вскинула на него глазами. — Все придуриваешь, как дитё. — Сейчас я приготовлю. — А ты ополоснись пока что. И потом они долго пили чай. И каждый думал про своё. Фёдор изредка, украдкой, оглядывая Полину, которую последние годы видел редко, восстанавливал её в памяти. Ту, ту, ту самую, прежнюю. В порту о Полине тогда знали все. Знали всё и не знали ничего. Когда появлялась она на танцах в клубе речников, парни понимающие перемигивались и трепались о шкипере Шурке с самоходки. С самоходки СТ-601, о машинисте Гошке с плавучего крана, о грузчике Ефиме и ещё о ком-то, видимо, имевшем отношение к этой самой Полине. Кавалеров у неё на танцев хватало. Цельный послужной список был. Парни любили танцевать с Полиной. Фёдор отчётливо представил себя танцующим с той самой Полиной. Совсем рядом, на тонком её плече, тяжесть кос, уложенных по речному, бухтой. От волос пахнет чем-то, чем-то таким знакомым-знакомым, но далеко забытым. Может быть, так пахнут тальники, промытые дождём, или ветер над отцаревшим утренним плёсом. А Полине на сердце совсем рядом, и кажется, что можно войти в него, даже без стука. Когда речники танцевали, танцевали медленную музыку, медлячок, смотреть на Полину становилось немного грустно. Даже как не танец тебе, а прощание. Вот точно так же расстаются на перронах и на причальных пирсах перед дальней-дальней дорогой. Но, расставаясь, люди смотрят друг другу в глаза. А Полина никогда в глаза не смотрит. Танцует, но не смотрит. Ты об чём хоть молчишь-то, Стрелков? И Фёдор буточнулся. Да кит вот эти... Он внимательно посмотрел на Полину. Сегодняшняя она только малость походила на ту бакенщицу из клуба речников. Нет, Кос. Всё. Поморщинилось всё лицо. Глаза смотрят устало. И так равнодушно. А далеко ли собрался, Фёдор Николаевич? Да вот в Подымахино посмотреть, чё там да так. А тут ещё знаю, Афанасий Круглов из тайги вышел чуть живой. На перевале обломался. Лежит. Навестить надобно. Да и вообще. Тянул Фёдор. Разом занялась пурга. В трубе загудела, По шмелье зудно И длинно. Ударила, Сама по себе закрывшись, Дверь пристроя. Ну вот. Давно не было, Сказала Полина И подошла к окну. А как же ты теперь падёшь-то? А ты разве выгонишь? Выгоняешь, Полина Ивановна? Я думал, Раз пурга, Значит, можно к тебе. Но она обернулась, Скрестила руки на груди, Задумалась. Отходил пароход на войну. Осенний день был светел. Пирс был забит провожающими. Сколько людей провожала тогда Те прощальные пароходы, На которых уплывали речники, Охотники, Грузчики. Все приходили на пирс. И старики, И старушки, И бабы, И мужики. И пацанвы много. Им тоже всё интересно. И кто-то обнимается, Смеётся, Курит, Машет руками, Кричит И плачет. Гармонь звенит Посреди толчаи. Ефим отбежал куда-то по надобности. И сразу же Фёдор. Полина! Ну? Ну, если... Ну, я вернусь. А Ефим не вернётся. Тогда... И аж холодом хватануло Полину. Уходи! Уходи! И тут возник рядом Ефим. Пьяный, душный и весёлый. А после... Мария. Ты сама-то об чём это, а? Глядя на застывшую Полину, Спросил Фёдор. И она аж замигала. И ответила далеко не сразу. Да куда уже я тебя прогоню? Заночуешь. А потом они лежали порознь. Фёдор в кухоньке на полу, В спальном мешке. А Полина в горнице, На койке. Бесилась снаружи метель, А под рассвет резанул по нервам Неожиданный ной гадёныша. Вот тогда... Нет, чуть попозже... Фёдор, не веря ушам своим, Услышал шёпот Полины. Ты ведь не спишь, Фёдор? Не спишь? Ну, иди сюда. И Фёдор сразу же Аж задохнулся от нетерпения. Кое-как распутал, А где пооборвал Завязки спальника, Выдираясь из него. И на цыпочках Подступил к кровати, Ещё не веря ничему. И было потом Долгое, Жаркое, Шумное молчание. Фёдор обернулся На полубегу. Затем, Не останавливаясь, Снял шапку. Отерся И широко улыбнулся. Вокруг уже Зачинался рассвет. А Фёдору было хорошо И жарко. Начинаем, ребята, Новый шедевер. Шедевер. Ставьте ваши нравлица. Начало очень сильное, правда? Но пока непонятно. Оно как-то нам даётся Такими картинками, Вспышками, Как вот кино снимают. Кадрами, Сюжетами этими. Здесь кусочек, Тут кусочек, Тут кусочек. Как домино. А ты теперь возьми И сложи всё вместе. Да? 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 Да. Птичку жалко. Вам же ведь тоже. Медведь плыл себе Водмедь. Он себе плыл, Пересекал свою эту трассу, Тропинку. На другую Свои угодья плыл. Оно ему надо, Ваш этот пароход. Ну вот оно ему надо. А эти только Побачили всё. Ого, стреляй, Водмедь. Эй, тетя твою мать. Ну разве это нормально, А? Вот что он им сделал, Вот если так подумать. Он пересекал себе дорогу. Не было бы этой, Этого реки, Он бы пересёк его, Да и всё, И пошёл себе дальше. А не ему надо те, Те человеки. Люди-человеки. А тут, видите ли, Сразу же замочить, Убить и чё. Это Охотникин. Я просто так, Давайте разберусь, Вот этот эпизод. Мне вот интересно, Там видно были охотники все, Промысловики, И у них у всех вот это, Оп, сразу добыть, Добыть, Забрать, Мни, 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 Побильше. Вот такого плана. Ну у них это уже в крови, Это вот если что-то проходит, Это как для нас деньги, Вот деньги лежат. Вы бы прошли, Вот сто долларовая купюра, Далеко не каждый прошёл бы. Вот у них вот наподобие Такое же мышление. И сразу же вот его замочить, Замочить. И, конечно, Так нельзя думать, Но, может быть, Даже и хорошо, Что вот так всё случилось. Что не попали в медведя, А убили человека. А нечего было вообще лезть. Причём медведя тогда стукнуло Этими спицами-лопастями. И он ещё умудрился резко, Резко вынырнуть, Незаметно, Чтобы напасть. Ну, конечно, Наверное, После этого всё равно Его замочили. Нам просто об этом Пока никто не говорит. Но вот этот эпизод Мне был очень жалким. И я, ребята, Слушал Именно настоящих, Матёрых, Таёжников, Промысловиков. Рассказывали они тоже Такую очень интересную историю. Вам, мне кажется, Она будет очень интересна. Многие об этом не знают. Я тоже этого не знал. И в нашем этом рассказе Этого тоже не говорится. В общем, Дед плыл На лодке. И точно так же, Как вот в этом рассказе, Переплывал речку Медведь. И абсолютно точно так же Он думает, О, всё, медведь. Он не сопротивляется. Вот он, как в капкане. Сразу, бери, стреляй. Правильно? А он же ж ничего тебе не сделает. Но тоже, говорит, Страшно вот так. Ты один, вот представьте. Ты один в лодке. Вот у тебя медведь плывёт Возле тебя. Ты его догоняешь С веслом. У тебя есть ружьё, И вот тебе надо его бабахнуть. Страшно? Даже промысловику говорит, Что страшновато. Он же ж может и напасть на тебя. Вот ты плывёшь близко, Он может и лапой так И перевернуть может. И что хочешь сделать? Конечно. Так вот. Он говорит, Я кое-как к нему подплыл. Кое-как. На расстоянии. Он на меня смотрит И что-то там пытается. Страшно же ведь. И выстрелил в него. Прямо в голову. Ещё показывает, Куда. Там самое место у него. Такое. Надо сбоку стрелять ещё. Не именно вот сюда, в лоб. Он говорит, что у него во лбу у медведя Самая как броня идёт. Такая кость. Попробуй ещё разбей ту кость. Там надо бить как сбоку. Вот здесь под ушами. Висок вот по нашему, По человеческому, Чтобы понять можно было. Близко к виску. Так вот, Что самое интересное. Он в него выстрелил. Тот, как откинулся. И вы этого, Я гарантирую, Что вы этого не знали. Медведь в воде. Он тонет. Если вот его обездвижить, Они именно тонут. Именно на дно сразу же. И говорит, что мне делать? Вот он тонет. Он хоп, брыкнулся. И он тонет. А он же здоровый. Сколько медведь весит? Вот Мансура посмотришь, Это ещё небольшой медведь. Он уже весит 280 кг. До трёх соточки. Нормалёк? Нормалёк. Сколько это мешков сахара? Сразу же посчитай. Шесть мешков сахара. Здоровых, 50 килограммовых. Вот вытяни вот это. Вот один. Ну и короче. И говорит, он же ещё брыкается. И уже надо сразу же взять, Чтобы он не потонул. Это же добыча. Добыча, как они говорят. Добыча. Ага. И он говорит, я кое-как так взял его за шерсть. А он ещё и дрыгается. Это же страшно. Он может рукой как возьмёт эту лодку пополам сразу же. Всё. Челюсть долой. Сразу башка отлетела. Ну и вот такая. Это промысловик, говорит, опытный. Дядя, не дядя Коля. В общем, не буду говорить. Ну вы знаете этот канал. Не помню, как зовут его дядьку. Он старенький. Дядя Коля вроде. Так в общем. Он говорит, кое-как взял его, чтобы не потонул. Держит его за пасть. А тот ещё на него смотрит как-то в полу вот этом забытии. Я просто эту картину представляю. Как это страшно. Это всё. Ты один. Тебе никто не поможет. Он тебя возьмёт за руку. Руки нет. Тебе никто не поможет. Никого нет. В нашем рассказе здесь так сказали тоже, чтобы вот его по башке стукнуло лопастью. Он же сразу же мог пойти на дно. И если это промысловики, охотники опытные, они по-любому это знали. Но в нашем рассказе это, видите, нам никак не преподносится. То есть если бы медведя даже они замочили, медведь бы пошёл на дно. И всё. Тогда смысл его вообще убивать. Какой смысл? Тут только может быть объяснение в том, что они сели сразу же в лодку, один из них. То есть если бы его брыкнули, то может как-то как вот этот дед Лёня взять его сразу за шкирки и держать. Но тоже это всё нам не объясняется. Вряд ли они, вряд ли вообще автор этого текста это знал. Вот что самое удивительное. Я вот так люблю до самого истины докопаться. Я прям обожаю это, когда вот ты докопаешься до истины. Так вот, вот этот дед Лёня говорит, я его взял вот такой, как за шкирки. И говорит, а ты сейчас его на лодку возьми, попробуй эти 300 кг. А если он 400-500, сколько медведи весят бурые? Есть до 500. Ну, в общем, очень тяжёлые, скажем так. На лодку взять никак, говорит. А да и попробуй возьми. Потому что лодка же перевернётся. Ты понимаешь, не затянешь ты никак его. И он говорит, я вот так вот его взял за шкирки, кое-как голову вот так взял сзади, на лодку. И держу, как могу. И говорит, по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть плыву. И говорит, хорошо, это ещё очень мне повезло, что до берега было не так далеко. О, и вот так по чуть-чуть он вот так доклыгал до берега, кое-как. Представляете вы эту картину, если бы нам в рассказе это всё описали? О, вот это да, да? Но это действительно настоящее. Я уверен, что это было по-настоящему, потому что это, сами понимаете, это бывалый таёжник, который всю жизнь занимался промысловой охотой. Очень интересные у него рассказы у этого. Деда. Вот это он сам про этот рассказ говорил. И он тоже у него был, он такой, я понимаю, единичный за всю жизнь. Просто так повезло. Ну, только вот, ну, в общем, он до него, до берега доплыл, и там уже разделал, и всё сделал, в общем. Ну, тоже так же сам. Он просто переходил через эту речушечку. И он действительно здесь, он не может не убежать, ничего. Он может только развернуться и назад плыть. Он же ничего не может тебе сделать. Даже рыкнуть и то не может, потому что ему дышать надо. Вот это мне вот, вот как-то жалко, что тут совсем неравные силы, абсолютно. Как раньше говорили, раньше, когда брали, как это, на рожон, да, называется, брали давным-давно вот этих медведей. И говорили, что тогда приблизительно вот эти силы были равными. Медведь мог и вырваться и замочить, но были и приблизительно равными. Но сейчас, в данный момент времени, эти силы абсолютно неравны. То есть, он ничего практически сделать не может. Вот что вот печально. Жалко мне в Адмете. На Мансура посмотришь, вот такое создание, что вот так сядешь с ним, погладишь его там везде. Он тебе ничего не сделает. Ну, так кажется. Но тоже, даже с этим, как бы, плюшевым медведем это тоже не так. Вы там это. Не забывайте ставить ваши нравлица. Все эти части будут у нас в плейлисте, которое прямо под видео в описании. Написаны все там аудиокниги и ссылка. И все эти части будут идти один за другим. Автоматически включаются. Заканчивается первый. Автоматически включается второй, третий и так далее. Там целая библиотека наших рассказов. Новые не забывайте подписываться, чтобы ничего не пропустить. Обязательно нужно нажать колокольчик и нажать все уведомления, чтобы вам приходили. Только тогда вам не надо будет заводить будильника. И вам будут автоматически приходить уведомления, что Коляныч что-то загрузил. И вы стыкните и обязательно его послухайте. А на сегодня, ребята, шо? А на сегодня все. Услышимся уже завтра в 17. Ого! Заводите будильники! Субтитры создавал DimaTorzok